С 1 апреля в нашей стране стартовал весенний призыв в армию. Почти 7 тысяч молодых людей из Краснодарского края отправятся в этом году служить родине. О том, сколько юношей из Славянского района пополнят ряды российской армии, расскажут наши корреспонденты, которые побывали на заседании призывной комиссии Славянского района. В этом году из нашего района в ряды российской армии отправятся 205 молодых людей. 48 из них уже прошли специальные курсы ДСААФ, на которых молодежь готовят к военной службе. Всего призывников в Славянском районе порядка 800 человек. Часть из них получит отсрочку по учебе. Как правило, это ученики 11 классов. Остальные же прошедшие комиссию отправятся служить. После 15 апреля у нас уже первая отправка, поэтому первые призывники, которые сегодня прошли комиссию, прошли призывную комиссию, они сегодня после 15 апреля будут отправлены уже войска. Призывная комиссия под председательством главы района Романа Сенеговского, в составе которой представители правоохранительных органов, комитета солдатских матерей, Центра занятости населения, ДСААФ рассматривает дело каждого потенциального солдата. При распределении в части учитываются все факты биографии, была ли судимость, есть ли высшее или среднеспециальное образование, каковы физические данные. В ходе заседания Роман Сенеговский отметил, что кубанские призывники по состоянию здоровья лучшие в Южном военном округе. И это не случайно, ведь во всех муниципалитетах активно ведется лечебно-оздоровительная и профилактическая работа с допризывниками. Работники военного комиссариата по Славянскому району также отмечают, что состояние здоровья призывников с каждым годом улучшается. В 2012 году у нас 22% составил больных, то в 2013 году 17% всего больных из общего числа призывников. Один из призывников – Александр Барашкин. Служить идет с желанием, а не только потому, что долг перед государством. Проходить службу парень хочет в десантных войсках, а после в его планах продолжить обучение. Молодой человек собирается стать технологом машиностроения, но это потом, через год, а пока его ждут солдатские будни. И это Александра ничуть не расстраивает, ведь, по его мнению, служить Родине – это святое. Родину же защищать надо, кто кроме нас будет защищать. Пойду, отслужу, вот долг Родине отдам. И все, я считаю, что каждый парень должен отслужить в армии, потому что это наш долг. Весенняя призывная кампания продлится до 15 июля. Отправляться на распределение войска российской армии новобранцы, как всегда, будут из славянской автошколы. Можно сказать, что именно с этого момента для каждого из этих парней начнется совсем иная глава жизни – армейская. Тина Копачевская, Георгий Калинин, программа «События». Не можно. Можно мы…